Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нажимаем «Далее». Следующий шаг – выбираем нужного врача. Первичный прием. Если поставим галочку, покажутся ближайшие к нам больницы. Выбираем нужную. Идем далее. Здесь выбираем нужного нам врача и идем далее. Почти все. Осталось выбрать желаемую дату и время приема. Вот и все. Заявка отправлена. Поликлиника номер один городского округа города Якутск обслуживает около 100 тысяч населения. Почти четверть из них – 25 тысяч – дети. Коллектив поликлиники – более 500 сотрудников. За сутки это медицинское учреждение посещает более полутора тысяч человек. Большинство записывается к врачу через регистратуру день в день. Конечно, никто не спорит, это традиционный способ записи. В коле поликлиники номер один расположен терминал, в котором можно будет получить талон с номером места в очереди. В день в поликлинику проходит более 1500 человек. Работает поликлиника в две смены, с 8 утра до 8 вечера. Наша поликлиника – одна из первых. По внедрению электронной очереди были одними из первых. По реорганизации регистратуры в таком виде, каком должно быть по принципу «back office», «front office». Записаться к врачу несколькими способами. Первый и самый основной способ – это возможность подойти в регистратуру и записаться к врачу непосредственно в поликлинике. Второй способ очень удобный для пациентов – записаться через сайт поликлиники, который дает ссылочку на портал госуслуг, где проводится запись. И на er.ru. Это электронная запись, в которой они могут по интернету отдаленно, из дома, с работы записаться. Еще есть способ один – позвонить в колл-центр поликлиники по номеру 39 45 55 и 300 003. Затем есть инфоматы. Это старая тоже добрая традиция, которая тоже дает возможность предварительно записаться в врачу. Все способы также доступны и детскому населению. Педиатры тоже работают. Они принимают пациентов и по электронной очереди, и в регистратуру записанные. В территориальной программе государственных гарантий у нас есть сроки, допустим, которые должны соблюдаться. В терапевту пациент должен попадать в течение 24 часов. К узким специалистам на консультацию имеем право записывать ее в течение двух недель. Высокотехнологичную медицинскую помощь, КТ, МРТ, он может ожидать месяц. Поэтому все это планируется. Поэтому такой большой поток народа, даже население, которое обслуживаем мы. Для удобства горожан и врачей с 2016 года заработала система сопровождения пациентов «Вежливая поликлиника» и появилась электронная очередь. На сегодняшний день в среднем до 50% приема идет через запись. Но к таким специалистам, как онкологи, хирурги и педиатры, цифры достигают все 100%. Согласно указу главы республики Саха-Якутия от августа 2016 года, в поликлиниках для улучшения качества доступности медицинской помощи, для комфортности пребывания граждан, организованы центры сопровождения. Работники центра сопровождения находятся на каждом этаже. На первом этаже и в детской, и во взрослой регистратуре, на третьем этаже, на четвертом этаже. В общем, все делается для удобства для пациентов. В этих центрах находятся у нас медицинские регистраторы, которые могут подсказать в любой момент, ответить на любой вопрос справочного характера. Затем найти вам результаты исследований, которые необходимы. В детской регистратуре выдаются даже справки об ОПИД-окружении. Всю информацию можно дополнить, получить о враче, к которому они обращаются. Санаторно-курортные карты заполнения тоже могут помочь в этом, если есть какие-то недостатки, каких-то исследований или так далее. Это все делается для того, чтобы разгрузить прием врача. Возможно, даже иногда конфликтные ситуации разрешить, выйти сразу на руководство. В общем, пациент может безбоязненно, спокойно при входе в поликлинику, входа в поликлинику на каждом этаже, обратиться к работнику и решить свой любой волнующий вопрос. Преимуществом записи на прием к врачам по указанным формам является возможность в любое удобное для вас время выбрать расписание приема врача и не приходя в поликлинику записаться на прием. Это удобно для пациентов еще и тем, что медицинская карта будет уже у врача в кабинете и не надо проходить через регистратуру. Пациент попадает к врачу строго по времени, к которому он записан на прием. Всегда считалось, что сердечные проблемы чаще всего встречаются у людей в пожилом и старческом возрасте. В наше время болезни сердца возникают и у молодых, а происходит это зачастую из-за стресса и нервов, плюс экологические и социальные условия. К сожалению, в последнее время эта болезнь молодеет настолько, что число 35-летних и 40-летних пациентов с нестабильным состоянием сердца ежегодно растет. За те годы, как существует наше кардиологическое отделение, а это порядка около 50 лет, конечно же, контингент больных меняется. Это связано с тем, что у нас изменился образ жизни, мы стали вести более сидячий образ, меньше двигаемся, много кушаем, что не положено. Также сейчас население современного мира испытывает достаточно сильные стрессы, у нас хронические стрессы. Все это, конечно, сказывается на заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой системы. Также имеет значение то, что сейчас продолжительность жизни за последние 25 лет увеличилась. И, естественно, сейчас много больных, которые имеют и другие хронические заболевания. Есть больные, увеличилось количество больных с хронической сердечной недостаточностью. В этом году старейшее и самое большое городское медицинское учреждение Якутская городская клиническая больница отмечает свой 175-летний юбилей. Сегодня мы решили заострить свое внимание и рассказать вам о отделении кардиологии. То самое отделение, где людей возвращают к жизни. Конечно, к нам больные попадают в стрессовом состоянии. Острое заболевание, либо обострение хронического заболевания – это всегда стресс для человека. Это и стресс чисто физический, и стресс моральный. Поэтому я считаю, что все медики, начиная с санитарок, медсестер и заканчивая врачами, должны вселять больных надежду, вселять в них спокойствие, вселять им мысль, что с ними у нас будет все нормально, что они выздоровеют. У нас отделение рассчитано на 50 коек, и у нас имеется еще 6 коек палатной интенсивной терапии. Если к нам человек попадает в тяжелом состоянии, мы купируем это состояние. Если имеется хроническое заболевание, человек, конечно, не всегда выздоравливает. Мы доводим до стабилизации состояния, снимаем декомпенсацию, и далее мы отправляем его в зависимости от заболевания на дальнейшее обследование, на диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства, либо в республиканских кардиологических диспансерах. Но бывают случаи, что мы направляем экстренно и федеральные институты сердечно-сосудистой хирургии, чтобы проводили им оперативное лечение. Сюда попадают пациенты с острыми проявлениями болезней сердца, например, инфарктом или стенокардией. Большинство из них после лечения возвращаются к обычной жизни. Я уже третий раз поступаю в эту больницу, и эта больница мне очень нравится, потому что они сплоченные, девочки-медсестры хорошие, врачи молодые, очень любят больных, помогают нам как и что, подсказывают, как пить лекарства. Я думаю, что здесь коллектив хороший, больница очень хорошая, и кормят хорошо, главное. Нет, сейчас уже время такое, стрессы постоянно. Даже не только что дома, а и на улицах бывают стрессы. И вот из-за этих стрессов у нас вот эти срывы начинаются сердечные. Даже в автобусе садишься, кто-то тебя не понял, уже человек с сердечником начинает получать стресс. В кардиологии должны быть врачи очень внимательны, потому что здесь все лежат в сердечнике. Поэтому я думаю, что они очень справляются с своей работой. И у нас спокойно тут, вообще хорошо. Мы как бы чувствуем себя как дома. Мы говорим, сердце радуется или плачет, или замирает от восторга. Не забывайте, что этот самый эмоциональный орган вместе с тем и самый чувствительный. Нездоровая экология, неправильная пища, чрезмерная физическая нагрузка, стресс могут привести к необратимой гибели сердечных клеток. В Якутской городской клинической больнице прошел конкурс «Лучшая сестра-хозяйка», приуроченный ко Дню медицинской сестры. Таланты, блицопрос, эссе, самопрезентация, музыкальный конкурс. Стандартный набор для конкурсов красоты. Только участницы, на этот раз, необычные. На сцене 10 сестер-хозяек из разных отделений Якутской городской клинической больницы. Все конкурсантки – необыкновенно красивые женщины. Увлекаются вязанием, кулинарией и цветоводством. Без их незаметного на первый взгляд труда пациенты не чувствовали бы себя комфортно в больничных палатах. Жюри было сложно выбрать победительницу. После долгого обсуждения в профессиональном конкурсе «Практические навыки и знания» первое место заняла Замарадская Людмила Макаровна. Второе место – Костылева Альбина Игоревна. Третье место – Осипова Раиса Дмитриевна. В кулинарном конкурсе первое место досталось Якунчиковой Ирине Сергеевне. Второе место – Николаевой Степаниде Степановне. А третье – Прудниковой Наталье Петровне. В танцевальном конкурсе победила Экстр Светлана Александровна. Медицинская сестра и сестры хозяйки – это члены коллектива, которые делают все для наших пациентов. Чистота, порядок, лечение, лекарства, раздача лекарств, другие процедуры, которые делают медицинские сестры. Хотелось бы им пожелать здоровья, счастья, успеха в работе и самое главное – сплоченности. В конкурсе костюмов победила Артемова Лидия Алексеевна. А лучшей сестрой хозяйки больницы по всем очкам стала Замарадская Людмила Макаровна. Хорошая хозяйка – это желанный для многих женщин комплимент. Женщина обычно любит свой дом, заботится о нем. Для многих конкурсанток отделение стало вторым домом. Субтитры создавал DimaTorzok